МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Пана Усимбекова, сурдоперевод Марата Жмабекова. В начале выпуска коротко о самом главном. Сети в помощь. О проводимых антикоррупционных мерах рассказали в прямом эфире Фейсбука. Кто-кто в общежитии живет. Специальная мониторинговая группа проверила уровень комфорта студенческих общежитий. Древняя традиция по-новому. Впервые состязание импровизаторов АйТес прошел в онлайн-формате. Живительная влага. К 2025 году 100% населения Казахстана будет обеспечено качественной питьевой водой. В регионах страны ведется масштабное строительство и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Всего на эти работы предусмотрено 934 миллиарда тенге. Об этом в ходе селекторного заседания заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Тамкулов. Лидером является Алматинская область. Почти 99% шителей сел обеспечены качественной питьевой водой. С целью достижения полного охвата в ЖТСУ идет реализация ряда проектов. Осуществляются работы в рамках госпрограмм Нурложер и дорожная карта занятости. Реализация дорожной карты занятости дала мощный импульс в улучшении инфраструктуры страны. В рамках ДКЗ строится 6600 объектов по всей республике. Больше всего в Алматинской области. Свыше тысячи. За счет реализации идей создано почти 21 тысяча рабочих мест. На сегодняшний день по дорожной карте занятости в ЖТСУ трудоустроено более 15 тысяч человек. Как отметили в правительстве, ДКЗ стала одним из самых эффективных механизмов в борьбе с коронакризисом. Реализация принятых антикризисных мер в этом году помогла сохранить продуктивную занятость населения. Дорожная карта занятости помогает многим казахстанцам получить и сохранить работу и доход, имеет существенный социально-экономический эффект. Поручаю Акиматам активизировать работу по достижению плановых показателей дорожной карты. Также Министерству труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами и Акиматами необходимо до конца текущего года актуализировать дорожную карту занятости на следующий год с акцентом на создание постоянных рабочих мест. В рамках ДКЗ мы не только обеспечиваем трудоустройство граждан, но и улучшаем инфраструктуру. Немало объектов строится и реконструируется в сфере ЖКХ. В частности, дорожная карта занятости сыграла большую роль в развитии систем водоснабжения и водоотведения. Еще одним хорошим подспорьем в этом направлении стала программа Нурлежер. В ее рамках к 2025 году 100% населения страны будет обеспечено чистой питьевой водой. Об этом на селекторном заседании сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития. По словам Бейбута Атамкулова, лидером по обеспечению населения качественной водой в селах является Алматинская область. Доступ к живительной влаге имеют почти 99% жителей. Для стопроцентного охвата в регионе проводится масштабная работа по строительству и реконструкции систем водоснабжения. В рамках государственных программ Нурлежер, дорожная карта занятости и АОО Ельбесыга в текущем году в рамках указанных программ реализуется 110 проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения на сумму более 22 миллиардов тенге. К 2021 году завершится строительство 94 объектов. В результате улучшится качество предоставляемых услуг в 90 населённых пунктах. Централизованным водоснабжением будут обеспечены 4 НП с численностью населения более 3000 человек. Остальные проекты перейдут на следующий год. Всего в рамках намеченных проектов будет построено и реконструировано свыше 800 километров сетей. По словам представителей областного управления энергетики и ЖКХ, обеспечить централизованным водоснабжением все населённые пункты ЖТСУ планируют до 2023 года. Ануар Мангельдинов, Жасон Ченгенжи, телеканал ЖТСУ. Одновременно посредством нескольких аккаунтов как самой антикоррупционной службы, так и её сотрудников сегодня в 11 часов 30 минут в социальной сети Facebook стартовал прямой эфир с участием Акима Алматинской области. На площадке антикор ЛИФ глава региона и глава ведомства рассказали о мерах, предпринимаемых для сведения коррупционных рисков и правонарушений к нулю. Об эффекте применяемых проектов расскажет наш корреспондент Насгульбошан. 145 коррупционных преступлений выявлено за 9 месяцев текущего года в Алматинской области. В их числе взяточничество факты злоупотребления должностными полномочиями, растрата вверенного имущества, превышения власти и мошенничества. Выявляемости, а соответственно и борьбе с коррупционными правонарушениями способствуют проекты, реализуемые ведомством. Их более 10. В том числе же Цуадалдгалана, Сапалжол, сервисные Акиматы и площадки OpenSpace. Принцип работы проекта сервисный Акимат заключается в консолидации государственных органов, оказывающей государственные услуги в одном месте и создании комфортных условий для граждан. На сегодняшний день в области функционирует 15 сервисных Акиматов. Наряду с этим Алматинская область занимает лидирующие позиции по количеству открытых OpenSpace 325. Возможность открытого диалога представителей власти и населения дают социальные сети. В электронном формате на сайт и паблики Акима области в Facebook и Instagram поступило 2 миллиона 700 тысяч обращений. Наиболее подвержены коррупционным рискам земельные отношения. Именно поэтому в регионе действует интерактивная земельная карта. В результате по области за 2018 и 2019 годы изъято и вовлечено в оборот почти 809 тысяч гектаров неиспользуемых земель и земель, используемых не по назначению. У нас в Алматинской области самые востребованные земли, особенно в зоне агломерации. Я когда анализ сделал, ходил к НОСТ-анализу и говорил о том, что в Харасайском, Толгарском районе, Ильисском районе в год по 200, по 300, даже по 400 случаев, но это если по гектарно взять, там вообще размеры огромные. Перевод земли на ЛПХ, а потом продажи. Поэтому потом обращаются через телевидение к нам и говорят, что наши дети живут в каменном веке, без света, без воды. Нельзя же на не имеющихся безинженерных сетях земли раздавать под ИЖС. Мощный эффект даёт интерактивная карта открытых бюджетов. По ней отслеживается расход государственных средств. Так, согласно представленному мониторингу государственных закупок, только за сентябрь текущего года удалось сэкономить порядка полутора миллиарда бюджетных средств. Мы очень часто подвергались критике о том, что бюджет не открытый, многие вещи не знают. И был такой период, когда мы были в зоне критики. На сегодняшний день всё это очень доступно, открыто. В этом плане навели порядок. По кассодержанию мы являемся лучшими в республике. По открытости бюджетов на сегодняшний день уже всё это происходит в электронном варианте. Вы знаете, бюджет развития Алматинской области – один из самых больших в республике. Уже мы пересогнули рубеж 760 миллионов миллиардов тенге. Это очень большое. Для сравнения, в 2001 году, когда мы приехали, было где-то 25-27 миллиардов тенге. Сейчас 760 миллиардов. И нам для области, мы за счёт того, что своевременно выделяем деньги на проектно-смертную документацию, защищаемся перед ведомствами в Астане и получаем финансовые средства для того, чтобы в целом проводить работу по улучшению качества жизни населения. Это питьевая вода, это дороги, это обеспечение школами, детскими садами, строительство врачебных учреждений. Озвучивать такого рода информацию сотрудники Антикора намерены систематически. Таким образом, в обществе необходимо сформировать нулевую утерпимость ко всякого рода коррупционным проявлениям, а путём прозрачности реализации госпрограмм и целенаправленного использования бюджетных средств укрепить экономику региона. Более полутора миллиарда тенге использованы на строительство 14 объектов текели по дорожной карте занятости. Государственная программа стала платформой и для трудоустройства свыше 200 граждан. Об инфраструктурных новшествах моногорода узнавала наша съёмочная группа. Одно из значимых событий для текелицев – открытие сервисного акимата. В оборудованном по всем критериям помещения специалисты шести отделов будут оказывать почти 60 видов услуг. Более того, для удобства граждан 86% госуслуг переведено в онлайн-формат. «Создание такого сервисного центра очень удобно. Оно, во-первых, экономит время, хорошее обслуживание. Я очень довольна таким центром». «Здесь созданы соответствующие свои условия, диспенсер для детей, один из критерий для детей, один уголок, чтобы родители, приходя, могли детей чем-то отвлечь. В то же время должны быть использованы и установлены телевизоры и другие, скажем, соответствующие брошюры на антикоррупционную тематику и в целом оказание государственных услуг». Уделили внимание организаторы проекта и безопасности горожан в период пандемии. Около полугода назад в Моногороде был запущен швейный цех, призванный обеспечить население средствами защиты. В месяц предприятие выпускает порядка 400 тысяч масок и 35 защитных костюмов для медперсонала. «Если брать оптовые цены, то 20-25 тенге маска. Их можно в принципе… А и халаты, ну как, себестоимость высокая, поэтому приходится получать в продажу, пока поступает 500-550 тенге. На развитие культурного и спортивного досуга населения было выделено более 700 миллионов тенге. 560 миллионов из них – на строительство первого в городе амфитеатра. Расположен он в центральном парке города. Сооружение способно вместить порядка 280 человек. Для поддержания здорового образа жизни горожан оборудовали и сразу 22 детские и 6 воркаут-площадок. «Сейчас санитарное расстояние соблюдено в монтаже кресел. Но как только пандемия отступит, мы это свято верим, значит, конечно же, здесь будет и 300 человек, и 500 человек, и, может быть, до 1000 человек, как у нас любые мероприятия проходят достаточно массово в радиотеке». Развитие туризма – одна из приоритетных сфер Тикили. Уникальный ландшафт и природа вкупе с городскими достопримечательностями создают неповторимый стиль. А памятник истории и культуры – Камень Будды – в недалеком будущем станет местом притяжения путешественников. Помимо этого в моногороде получают широкое распространение вело- и мототуризм. Новое предприятие на сумму в 3 миллиарда тенге открылось на «Коктал Агро». Ранее компания была известна производством кукурузы, люцерны и силоса, активно закупаемыми разными предприятиями района. Теперь же в список их продуктов добавилось и молоко. На территории «Коктал Агро» разместилась молочная ферма, ставшая первым в Аматинской области предприятием, использующим карусельную и доильную установку. Подробности смотрите в материале. Сейчас на молочной ферме 150 дойных коров. В целях получения максимального количества и качества продукции предприятиям закуплены коровы швидской породы молочно-мясного направления, привезенные из Австрии. Стоимость каждой – порядка миллиона тенге. Сейчас предприятие еще не работает на полную мощность, поскольку из-за пандемии не удалось вовремя закупить оставшуюся партию коров. Но даже при неполном производстве объем продукции составляет 3,5 тонны в день. Этот загон рассчитан на 400 коров. Здесь мы установили оборудование для поддержки нужного уровня температуры и влажности. В среднем с одной коровы мы получаем 22 литра молока в день, но в дальнейшем планируется увеличить объем. Сейчас вся продукция уходит на заводы компании «Джил Сисюд». Но в скором будущем мы намерены построить собственный молокоперерабатывающий завод. Процесс дойки осуществляется с помощью современных методов и технологий. Специальная карусельная установка одновременно вмещает до 36 коров. Ее аппаратура фиксирует объем получаемого молока, выводя средний показатель, а также состояние здоровья скота и другие данные. Карусель сделана по немецкой технологии. В Алматинской области это первая подобная установка. В ухе каждой коровы размещен специальный чип, фиксирующий ее место и индивидуальные показатели. Алгоритм соотносит множество данных и позволяет нам владеть информацией об объеме производительности, состоянии здоровья, жирности молока и многих других показателях каждой коровы. Наряду с этим Кокталагра является одним из поставщиков кукурузы на Жаркенский крахмалопаточный завод, который, несмотря на засуху и пандемию в этом году, намерен сохранять объем переработки сырья. На данный момент в сухом виде на заводе уже имеется свыше 75 тысяч тонн кукурузы. К 1 декабря объем планируется довести до 120 тысяч тонн, чтобы обеспечить бесперебойную работу завода до следующего года. Жаркенский крахмалопаточный завод выпускает порядка 26 видов продукции. Это крахмалопродукция, это крахмал, это патыка. Наши потребители, такие крупные, как рахат, кагазы, это казберг, это первый пивзавод и так далее. Продукция крахмалопаточного завода на сегодняшний день где-то порядка 60% уходит по Казахстану и 40% уходит на экспорт. Это Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и юг России. Также крахмалопаточный завод предпринимает активные меры по устранению неприятных запахов. На решение проблемы компания выделила около миллиарда тенге. Местные органы правления тоже оказывают содействие предприятию, имеющему стратегическое значение. Использующееся сейчас очистное сооружение уже старое. Запах появляется из-за того, что оно не справляется с задачей. По дорожной карте занятости мы получили 800 миллионов тенге. На эти средства мы устанавливаем очистное сооружение за чертой города. В ноябре этого года уже сдадим в эксплуатацию. По словам местных органов правления, проблема запаха является одной из приоритетных. Решить ее намерены путем замены старого очистного сооружения на новое, которое будет расположено за городской чертой. Рустам Аралбаев, Ержан Дюсен, Телеканал ЖИЦУ. Активисты молодежного крыла ЖАСОТАН проверяют условия проживания в студенческих общежитиях. Первым в поле зрения проверяющих оказалось общежитие ЖИГЕР – колледжа промышленной, индустрии и новых технологий города Талдыкурган. Наши корреспонденты вместе с мониторинговой группой узнали, в каких условиях будут жить студенты. Подробнее смотрите в следующем сюжете. На данный момент в связи с пандемией коронавирусной инфекцией в общежитии ЖИГЕР студентов нет. Все на дистанционном обучении. Однако рано или поздно учащиеся колледжа заселятся в комнаты. Каждая рассчитана на 4 человека. Всего 240 мест. По словам директора среднеспециального учебного заведения, все условия для этого созданы. Комнаты для отдыха, для занятий спортом и компьютерные классы. А замечания, которые были сделаны в ходе прошлой проверки, полностью устранены. Все условия, которые необходимы для студента проживания, у нас предусмотрены. Это спортивные комнаты, которые они должны, спортивные. Комнаты отдыха, где душевые, мужские, женские, душевые. Приобретение питания, место все у нас предусмотрено. В прошлом году у нас была проверка со стороны Гекинуро-Тан и Жасо-Тан. Были замечания. В сегодняшний день все эти замечания устранены. Из своего счета, спецсчета, выделили денежные средства для ремонта. Члены мониторинговой группы проверяли каждое помещение. Особое внимание уделили кухне, душевым кабинам и специальным комнатам для досуга. Действительно, руководство учреждения ко всем замечаниям отнеслось с полной ответственностью. Проверяющие дали высокую оценку. Оцениваем на хорошо, потому что своевременно были приняты меры по нашим замечаниям. Весной были сделаны замечания по душевым кабинам, по столовой, а также по освещению. Но сегодня, как вы видите, все эти недостатки устранены. И это очень радует. Такой мониторинг студенческих общежитий обеспечит качественное проживание обучающихся, считают специалисты. Ведь проверяющие из числа молодежи не только подмечают нарушения недочеты, но и вносят свои предложения. Стоит отметить, подобные рейды проводятся регулярно по всей стране, в Алматинской области. Работа продолжится и далее. Алексей Цу, Ервана Замбай, Телеканал ЖТЦу. Профилактика онлайн. Правила пожарной безопасности, меры предосторожности для недопущения выпадения детей из окон многоквартирных домов, а также другие вопросы стали предметом разговора сотрудников городского управления ЧАЭС и председателей собственников кооперативов в режиме реального времени. Новый формат общения – требования текущей ситуации по COVID. В областном центре насчитывается свыше 750 высотных домов, из которых лишь 477 подключены к центральному газоснабжению. Многие жильцы многоэтажек до сих пор используют газовые баллоны, что зачастую приводит к трагедии. Об этом говорят цифры. С начала года произошло почти 800 пожаров, в числе которых и возгорания из-за газбаллонов. Материальный ущерб в размере 64 миллионов тенге – ничто по сравнению с человеческими жертвами. Погибло 20 человек, 23 получили травмы. Вторая не менее важная тема – встречи и выпадения детей из окон. Только в текущем году в Талгургане было зарегистрировано два случая – контингент пострадавших от года до шести лет. По этому вопросу были даны рекомендации. Всего в видеоконференции приняли участие около 40 руководителей КСК. «Были доведены основные требования о соблюдении мер пожарной безопасности жильцами многоквартирных жилых домов. Также был поднят вопрос использования в многоэтажных жилых домах газовых баллонов с сжиженным газом. Проводимые нами мероприятия в случае не снятия каких-то ограничительных карантинных мер будут продолжаться на системной основе посредством использования онлайн-конференции». В новый формат перешло и устное народное творчество. Онлайн-айтес среди молодых музыкантов проходит в Алматинской области. Проектный офис «Рухани Жангру» при поддержке Акимата области организовал творческое состязание, в котором приняли участие 18 импровизаторов со всех уголков края ЖТСУ. Очередность выступления соперников определялась по принципу лотереи. Члены жюри, а это известные музыканты, писатели и культурные деятели, строго оценивали каждое исполнение. Акны должны были раскрыть тему, показать виртуозную игру на домре, поразить красноречием и при этом уложиться в 15 минут. По итогам двухдневного конкурса будут отобраны лучшие из лучших. Обладатель гран-при получит приз в размере 500 тысяч тенге. Денежное вознаграждение также ждет и победителей, которые завоюют первые три призовых места. Данное мероприятие проектным офисом «Рухани Жангру» было запланировано заранее, однако в связи с пандемией проведено в онлайн-режиме. Главной целью проведения нашего мероприятия является выявление новых талантов в Палматинской области среди молодых айтскеров, которые будут показывать себя не только в нашей Палматинской области, но и на республиканских айтесах. Мероприятие проводится в честь айтеса «Бржан» и «Схары», которые на следующий год у нас 150-летие этого легендарного айтеса, который проходил между ними. Мы в целом хотели приобщить нашу молодежь, подрастающее поколение к нашей культуре. Граждане Чили выступили за разработку новой конституции. Такие результаты общенационального референдума представила избирательная служба. Идею замены основного закона страны поддержали 78% избирателей. Еще больше проголосовали за проведение всеобщих выборов в учредительное собрание, которое займется подготовкой теста будущей Конституции. Сторонники реформы встретили сообщение о результатах референдума ликованием. Замена Конституции, принятая еще при Аугута Пиночете, была одним из требований участников массовых протестов, которые охватили страну в прошлом году. Выступления сопровождались беспорядками и уличным противостоянием с полицией. По официальным данным, погибли 20 человек. Выборы в учредительное собрание Чили должны состояться 11 апреля 2021 года. Предполагается, что текст новой Конституции будет вынесен на голосование до конца 2022 года. В Белоруссии сотрудники госкомпаний и заводов транспортного сектора «Шахтеры», учителя и студенты по призыву лидера оппозиции Светланы Тихановской начали общенациональную забастовку. Ее участники требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Забастовка сопровождается митингами и массовыми шествиями, которые прошли в Бресте, Гродно, Витебске, Минске и других городах. По данным правозащитного центра «Весна» задержаны более 200 человек. Насколько массовый характер носит забастовка, пока неизвестно. Власти заявляют, что белорусские предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме и производство не остановлено. Вода на Луне присутствует не только в тени у полюсов, но и на поверхности освещенной Солнца. Об этом объявило американское аэрокосмическое агентство НАСА. Открытие было совершено при изучении Луны с использованием стратосферной обсерватории. Молекулы воды обнаружили в кратере Клави в южной части небесного тела. Таким образом были подтверждены теории, которые позволят агентству скорректировать программы освоения Луны. Наличие воды может упростить решение целого комплекса задач. Ее предлагали использовать даже для создания топлива. Впрочем, по словам директора департамента астрофизики НАСА, пока неизвестно, насколько много воды можно обнаружить на спутнике и реально ли будет ее использовать. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова